Добрый день, дорогие друзья! На библейском портале «Экзегет» отвечаем на ваши вопросы. Вопрос следующего характера. «Мой друг получил повышение и после этого стал неузнаваем, перестал со мной общаться. Как мне правильно себя с ним вести?» В общем-то, ну, закономерная ситуация. Высокое положение нередко является таким, ну, скажем так, простите, современным языком лакмусовой бумажкой, которая может показать внутреннее состояние человека. Кто-то может получить повышение, стать, допустим, большим начальником, больше, так сказать, ответственность иметь и остаться просто человеком, быть таким же снисходительным, внимательным, то есть быть таким же, каким и был. А для кого-то власть является очень большим испытанием, которое тяжело пережить. Вы знаете, дорогие друзья, я бы предложил, отвечая на этот вопрос, такое размышление, которое оставил в одном из своих писем святитель Николай Сепский. Примерно такой же вопрос однажды был ему задан. Это 26-е письмо. Адресат письма обратился к святителю Николаю. И примерно ситуация вот точно такая же, какая описана в письме, которое, так сказать, адресовано библейскому порталу «Экзегет». Одному скромному чиновнику, жалующемуся на гордого друга. Послушайте, пожалуйста, может быть, тоже будет нам всем над чем задуматься. Ты пишешь, что в этом году для тебя праздник Пасхи был омрачен. Что случилось? Твой лучший друг получил высокое назначение. Сначала ты обрадовался, но уже спустя несколько недель он стал чуждаться тебе. Он не отвечает на твои письма, холоден и краток в разговорах, заставляет тебя ждать у дверей его кабинета, за глаза говорит о тебе презрительно. Ты не узнаешь его. Что случилось с таким милым когда-то человеком? Как сказали бы арабы, его поглотило кресло. Если хочешь, прочти ему то, что я сейчас напишу тебе. И далее святитель Николай Велимирович пишет вот эту арабскую легенду, рекомендуя адресату своего письма, это зачитать своему гордому другу. Жили в арабской стране два друга. Каждый вечер собирались у очага и беседовали, сидя на маленьких трехногих студиях. Случилось так, что один из них стал шейхом. Переселился он в каменный дворец и сидел теперь на высоком троне из перламутра. Множество людей приходило поклониться новому властителю. Пришел его старый друг и был счастлив поздравить его. Естественно, поздравить с таким повышением. Но гордый шейх не захотел сразу впустить его и заставил дожидаться у ворот в течение многих дней. Наконец, шейх приказал, чтобы друга впустили. Друг скромно вошел, и шейх еще больше развалился на своем роскошном перламутровом троне. Все понял его друг. И нарочно стал оглядываться, как бы ища глазами шейха. Тогда шейх середисто спросил его, что он ищет. «Тебя ищу, человечи, где ты?» Ответил друг и добавил печально. «Пока сидел ты на маленьком стуле, за человеком стула не было видно. А теперь смотри, за троном человека не найти». Смотрите, какое очень остроумное наблюдение. Иной раз кресло может настолько поглотить, высокое положение может настолько вскружить голову, что даже бывшие друзья становятся совершенно чужими, по вине как раз того, кто получил повышение. То же случилось и с твоим другом. Потерялся человек в высоком кресле. Но это настолько обычное явление, что твой гнев выглядит смешным. Наверху людям труднее удержаться, чем внизу. О человек, о прах, чем гордишься? Ничтожеством в жизни или ничтожеством смерти? Один греческий правитель имел обычай, каждое утро кланяться на две стороны. Поклон в одну сторону и поклон в другую. Когда его спросили, кому он кланяется, он ответил «Богу и народу». «Ибо все, что я имею, либо от Бога, либо от народа». Ну, если глубже посмотреть, дорогие друзья, я думаю, вы все со мной согласитесь, люди христианской веры, вы понимаете, что на самом деле все от Бога. И даже то, что через народа дается, посылается человеку, получившему высокое положение, это все тоже дар Божий. О человек, секунда во времени и миллиметров пространства, «Чем гордишься? Сказано о тебе в Писании, мерзость пред Господом, всякий надменный сердцем». Это из притчи Соломоновых, 16 глава, 5 стих. «Если хочешь еще место из Писания, Бог гордым противится». Послание Иакова, Соборная послание, 4 глава, 6 стих. Первое послание Петра, 5 глава, 5 стих. «И погибели предшествует гордость». Из притчи 16 глава, 18 стих. «Своей гордостью ты объявил войну всемогущему и вечному. Атом восстал на безграничного. Секунда взбундовалась против бессмертного. Даже муравью очевидно твое поражение. Внезапно придут тебе и позор, и погибель. Поэтому обратись, покайся, отрезвись, опомнись, стань человеком». «Будь человеком» – это почетнее, чем быть царем. «Быть человеком» – это драгоценное всех корон и важнение всех престолов. Вот поучение для твоего друга. «О тебе здравие и мира от Господа и радостной Пасхи». Вот такое размышление святителя Николая Сепшского. Будьте здравы, дорогие друзья, и Богом хранимы. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры создавал DimaTorzok